Good morning, dear boys and girls. Доброе утро, мальчики и девочки. Please open your textbooks at page 45 and find exercise 13. Пожалуйста, откройте свои учебники на страничке 45 и найдите упражнение 13. Прочитайте про себя тексты о том, каким будет наш мир в будущем. Найдите каждому тексту соответствующую иллюстрацию и расскажите о ней по-русски. What will the word of the future be like? Пожалуйста, поставь видео на паузу и прочитай данный текст самостоятельно. Good for you. В данном тексте тебе встретились новые слова, значения которых тебе нужно будет посмотреть в словаре в конце учебника. Look at exercise 14. Обрати внимание на упражнение 14. Итак, первое слово. Windmill. Поставь видео на паузу и найди его в словаре. Что оно означает? Ветряная мельница. Next word. Electricity. Поставь видео на паузу и найди значение данного слова. Good for you. Electricity – это электричество. Next word. Ocean. Я думаю, ты можешь даже не смотреть словарик, потому что слово ocean очень похоже на русское слово океан. Next word. Save. Найди это слово в словарике. Как же оно переводится? Okay. Save. Безопасность. Next word. Rubbish. What does it mean? Что оно означает? Поищи в словаре. Good for you. Rubbish – это мусор. And last word. И последнее слово. Throw away. Посмотри, что означает это слово. Throw away. Good for you. Throw away означает выбрасывать. Now answer my questions. Ответ, пожалуйста, на вопросы по тексту. What will people make with the wind? Что люди будут делать с ветром? Они будут создавать с помощью ветра электричество. Next question. What will scientists find? Что найдут учёные? Okay. They will find rare plants. Они найдут редкие растения. Say me, please. What will people do with their rubbish? А что будут делать люди со своим мусором? Excellent. They will find ways to use things again. Они найдут способы, чтобы использовать эти вещи снова. Найдут им второе применение. And last question. И последний вопрос. Will people look after the oceans? Будут ли люди заботиться об океанах? Okay. Yes. They will. Конечно. Они будут заботиться об океанах. Now let's match sentences with the pictures. Давайте соотнесём предложения по тексту и картиночки. And discuss. И обсудим. The first one. Первые два предложения. О какой картинке идёт речь? A, B, C or D? Yes, B. Мы говорим о том, что люди построят ветряные фермы с множеством ветряных мельниц и будут использовать ветер, чтобы создавать электричество. Next sentences. Следующие два предложения. Какой картиночке соответствуют они? A, C or D? Okay. See. Верно. Учёные найдут редкие растения. И эти растения помогут им сделать новые лекарства. Next sentences. Следующее предложение. Picture A or D? Yes, picture D. Картиночка D. Люди больше не будут выбрасывать свой мусор. Они найдут способ, чтобы использовать его замок. And last sentence. Picture A. Люди будут заботиться об океанах. И животные, такие как дельфины, будут в безопасности и будут здоровы. Good for you. Ты, наверное, заметил в данном тексте слово want, которое мы с вами ещё не знаем. Обратите внимание. Won't означает will not. Мы знаем, что частичка not означает отрицание. Также мы знакомы со вспомогательным глаголом будущего времени will. Таким образом, мы можем сказать, что это отрицательная форма будущего времени. Will not. Мы плавно подошли с вами к правилу at page 46 на страничке 46. Let's read it all together. Читаем это правило все вместе. В отрицательных формах future simple к вспомогательному глаголу will добавляется отрицание not. Will not go. Won't go. Will you go to the park? Пойдёшь в парк? No, I won't. Нет, не пойду. Where will he travel next year? Куда он поедет в следующем году? He won't travel to other countries. He'll go to Sotchi. Он не поедет в другие страны. Он отправится в Сочи. Мы с вами уже знаем, как образуется будущее время future simple в утвердительных предложениях и вопросительных предложениях. Сейчас мы подробно рассмотрим, как образуется future simple в отрицательных предложениях. В будущем простом времени в отрицательном типе на первом месте мы ставим подлежащее, главное слово. На второе место мы ставим вспомогательный глагол будущего времени will и отрицательную частичку not. will not имеет сокращенную форму won't. На третьем месте мы ставим сказуемое в первой форме. И на четвёртом месте оставшаяся часть предложения. Например, мы хотим сказать Он не будет плавать на следующей неделе. На первом месте мы поставим слово он, he, подлежащее. На втором месте won't, не будет. Сказуемое в первой форме плавать. У нас получилось предложение Он не будет плавать на следующей неделе. Поставь данное видео на паузу. Открой свою тетрадь. Запиши сегодняшнее число и структуру будущего времени отрицательного предложения. Now find exercise 17. Найди упражнение 17. Let's read the task. Читаем задание. Read the text. Fill in the gaps. Нам нужно прочитать текст и вставить пропущенные слова. Разбираем пропущенные предлоги. Первый предлог Inside. Он означает в, внутри. To. Это предлог в. Предлог направления. Я иду в школу. To school. В магазин. To the shop. Следующий предлог. В. Предлог места. Например, в столе. In the table. Следующий предлог. From. Из. От. Далее предлог. Он. На. Оф. Чаще всего этот предлог обозначает родительный падеж в английском языке. Например, Лист. Дерево. A leaf. Оф. The tree. Следующий предлог. С. 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 С другом. With a friend. И последний предлог. Outside. Означает снаружи. Пожалуйста, поставь данное видео на паузу и запиши все пропущенные предлоги в данном тексте. Весь текст при этом списывать не нужно. Выпиши только необходимые предлоги в правильном порядке через запятую. Let's check up. Проверяем, правильно ли ты вставил предлоги. Первое предложение. Сэм и Кейт были в храме. Внутри храма. It was dark then. Сэм lit a fire. Бино returned to the camp and found Professor Wallace. Вставляем предлог. Бино вернулся в лагерь. The professor saw a smoke signal. She ran to the forest and rescued them from the old temple. To. Она побежала в лес и спасла их или вытащила их из старого здания. From. They found some old paintings on the wall in the temple. Они нашли несколько старых картин на стене в храме. The first one was a picture of a beautiful girl. Одна из них была картина прекрасной девушки. Картина чего? Девушки. Вот он предлог of обозначает родительный падеж. The girl in the picture had the orchid in her hand and she gave it to the young prince. Девушка на картине держала орхидею в своей руке и она дала ее прекрасному принцу. Then they found a picture of a rock. It looked like an eagle. Now they are outside of the temple and Bina is with Sam. Теперь они были снаружи храма. И Bina был с Сэмом. But Joseph Alexander isn't with them. Но Joseph Alexander не с ними. They are a long way from their camp now. Теперь они далеко от своего лагеря. They are going to find the orchid and they will go to Eagle Rock. Они собираются найти орхидею и пойти к Орлиной скале. Who will find the orchid? Кто найдет орхидею? Как ты думаешь? Вспомни и расскажи, что было с героями этой истории раньше и что произойдет дальше. Не забудь поставить данное видео на паузу. Ты уже долго сидишь за компьютером. Давай немножечко отдохнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА